МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Внеплановая пресс-конференция. Председатель правительства Чуваши Иван Маторин встретился с коллективом газеты «Советская Чувашия». Время отдыхать в Чебоксарах. В столице республики обсудили туристическую привлекательность города. «Моя семья, моя крепость» в Чувашии наградили победителей конкурса «Семья года». Обычно журналисты сопровождают премьер-министра Чуваши Ивана Маторина в его деловых поездках. Сегодня он сам приехал к журналистам в редакцию газеты «Советская Чувашия», которая в апреле 2017 года отметит столетие. Съемочная группа национального телевидения заглянула к коллегам по Перу. Как только Иван Борисович занял место в конференц-зале газеты «Советская Чувашия», встреча с коллективом превратилась в пресс-конференцию. Журналисты интересовались развитием промышленности региона в кризис, перспективами въездного туризма, судьбой обманутых дольщиков. Два объекта в реестре осталось. Один точно будет сдан в этом году. Он, в принципе, уже достроен. Это на трактостроителей. Объект по девятой пятилетке, вероятнее всего, в этом году сдан не будет. Там работы ведутся, но очень много нерешенных таких вопросов, которые зачастую не зависят, к сожалению, даже от регионального правительства или от муниципальной власти. Ситуация, в общем-то, в строительстве тяжелая. Я боюсь, что не добавились ли дольщики в следующем году уже другие новые процессы. От общего к частному. Так, в январе 2015-го пока редакция вместе с коллегами отмечала День печати, а в Чувашском драмтеатре у Дома печати закрыли пешеходный переход. До другого перехода – полкилометра. Знает ли руководство республики о таком нарушении норм, поинтересовалась обозреватель по правовым вопросам Людмила Смагина. Закрыли опасный переход, откроют подземный, безопасный, его уже проектируют, но к столетию газеты, скорее всего, не успеют. Не порадовал журналистов глава правительства. Из этого забора не видно было, как человек выходит. Там, в принципе, не лучший вариант. Вторая больная для редакции тема – распространение газет. До 2012 года землю под киоски арендовали по специальной цене. Теперь льгота не действует. В вопросе земельных отношений, льгот, и республика, и муниципалитетам мы им эти рекомендации выдавали максимально оптимизировать эту льготную практику. Естественно, выходить на рыночные механизмы реализации. Председатель Кабинета министров пообещал тему с городскими властями обсудить. Для ответов на все вопросы, которые журналисты хотели задать, одной встречи мало. Впрочем, возможность услышать точку зрения правительства у журналистов всегда есть. Кабинет министров работает в открытом режиме. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Собрание депутатов Красночитайского района прекратило полномочия главы администрации Александра Бушкирова. Полномочия Бушкирова прекращены в связи с истечением срока действия контракта, который был заключен с ним в мае 2011 года. Исполнять обязанности главы администрации Красночитайского района будет Юрий Емсков, исполняющий обязанности первого заместителя главы по соцвопросам. Россияне лишились двух курортных направлений – Египта и Турции. В целом, судя по курсу доллара и евро, отдыхать за границей стало в два раза дороже. А значит, пришло время развивать внутренний туризм. У столицы Чувашской республики амбициозная цель – стать максимально привлекательным для туристов города. Концепцию разрабатывала австрийская компания, и вчера ее представители поделились своим видением ситуации. В Чебоксарах не первый год обсуждают проблемы архитектурного облика, брендирования и узнаваемости. Проекты разработчиков измеряются в многомиллионных числах, которые город не в силах себе позволить. Концепция австрийской компании «Call & Partner» тоже предполагает хорошие вложения. Но при этом, по их прогнозам, ежегодный доход от потока туристов может вырасти в семь раз. Свои исследования компания проводила на основе четырех факторов успеха для городского туризма. Первый элемент – это то, что имеется достаточно большое число достопримечательностей в городе, интересных для туристов. Второй элемент – это то, что город должен иметь привлекательный центр, чтобы он мог привлечь туристов. Третий элемент – это то, что люди, которые являются туристами, очень любят делать покупки, выходить в кафе, в другие привлекательные места. И четвертый элемент – это то, что город должен иметь целую серию интересных мероприятий, запланированных для того, чтобы туристы знали, когда им нужно приезжать, и попадали на такие интересные мероприятия. По этим критериям Кристофер и его коллеги присудили Чебоксарам слабенькую троечку, но и предложили пути развития. Основными туристическими зонами становятся Парк Победы, Залив, Берег Волги, Парк Пятисотлетия и Заволжье. В центре располагается главная достопримечательность – мир шоколада. Он будет символизировать известный бренд «Оконт», который уже узнаваем в России и за рубежом. Еще одно направление развития – романтическое, основано на произведении Константина Иванова «Нарспи». Специалисты предлагают обустроить «Розари», прогулочный маршрут «Нарспи», мост влюбленных. Все эти объекты должны быть задействованы постоянно на различных тематических мероприятиях. Идеи австрийцев вызвали неоднозначную реакцию присутствующих. Член Российского союза туриндустрии Татьяна Козловская попросила не забывать о еще одном туристическом тренде. Всякие привычки формируются с детства, в том числе и привычка путешествовать. Поэтому для нас с вами сейчас очень важно вовлечь в туристический поток именно детей, потому что за ними, как правило, следуют и родители, и бабушки с дедушками, и взрослые. И, в общем-то, как-то этот поток все-таки на сегодняшний день практически надо заново раскручивать. Для нас это действительно очень важно, когда эксперты российского уровня, лучшие эксперты, приезжают для того, чтобы правильно подправить, возможно, да, какие-то моменты на правильном или мы пути, насколько это актуально сегодня для нас развиваться в этом направлении. Если посчитать, то за год в Чебоксарах проходят немало событий, которые могут заинтересовать приезжих гостей. Оперные и балетные фестивали, родники России, творческие бульвары, Русь-Мастеровая, фестиваль фейерверков и многое другое. Но этого недостаточно. Нужна инфраструктура, сервис и широкое информационное освещение. Над этим еще стоит поработать. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. В связи с участившимися случаями обращений граждан и распространения сообщений о различных социальных сетях о якобы готовящихся терактах на территории города Чебоксары, оперативный штаб Чувашской Республики официально заявляет, что информации подобного характера в оперативный штаб не поступало. Оперативная обстановка в Чувашии находится под контролем. Силы и средства группировки штаба функционируют в штатном режиме. Герои нашего времени. Кто это и как они выглядят? Вполне возможно, это люди труда, которые нашли свое призвание и добросовестно выполняют свою работу. Это люди, которые счастливы заниматься любимым делом. И они достойны того, чтобы о них говорили снова и снова. Героиня следующего репортажа. Всю свою жизнь проработала в школе. Знакомьтесь, Роналия Трофимова. Учитель с большой буквы. 42 года Роналия Александровна работала учительницей начальных классов. Одну из самых важных профессий она выбрала, глядя на своего отца. Отец был. Учитель мы сначала. Мать рядовая колхозница. У нас в семье было 8 детей. 8 детей, 4 девочки, 4 мальчика. Все у нас в семье медработники и учителя. Четверо детей, 9 внуков и 8 правнуков. И сейчас семья педагога большая и дружная. И Роналия Трофимова считает себя по-настоящему счастливым человеком. Ведь для настоящего счастья нужно не так уж много. Крепкая семья и любимая работа. Сейчас Роналия Александровне 87 лет. Секретами долголетия она поделилась с нашей съемочной группой. Многие ученики Роналии и Трофимовой пошли по ее стопам и тоже выбрали для себя профессию учителя. Но среди выпускников есть и трактористы, и комбайнеры, и колхозники. В общем, яркие представители рабочих профессий. Ученик Роналия Александровна Петр Семенов уже много лет работает водителем и всегда помнит ее уроки. С первого класса она начала учить, Роналия Александровна. Учила молодчина, строгая, справедливая учительница была. Спрашивала, воспитывала хорошо. До сих пор я радуюсь, что к нему у нее учился первые четыре года. Много знаний получил. Пускай таких учителей чтобы много было. Она работала от души для нас. Дни рождения, знаменательные даты и концерты. До сих пор ученики Роналия Александровны вместе с ней справляют многие праздники. Ведь для многих она настоящий герой, герой труда. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии работают лучшие теледокументалисты по версии Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион-2015». Главный приз в номинации «Лучший документальный фильм» получила творческая группа в составе президента фонда, с чего начинается родина Виталия Баева, специального корреспондента телеканала «Россия-24 Чебоксара» Валентины Поливцевой и оператор национальной телерадиокомпании «Чувашии» Андрея Спиридонова. Таким образом, победой могут гордиться сразу две ведущие телекомпании Республики. Главный приз «ТЭФИ» и награда во всех смыслах весомая. Скульптурное изображение Орфея, разрывающего себе грудь, символизирует бескорыстное служение истине и весит не менее 5 килограммов. Конкурс телевизионного мастерства проводится в 14-й раз, и за это время Орфей нечасто баловал Чувашию своим присутствием. Тем более ценно, что документальная лента. Отсюда к родному дому была названа лучшая из сотен работ, представленных в этой номинации. Всего же на конкурс «ТЭФИ» поступило около 600 информационных выпусков, просветительских и развлекательных программ, телевизионных акций, специальных проектов. Фильм был снят в Бельгии в мае прошлого года, рассказывает о судьбе русских женщин, детьми, угнанных в Германию и поневоле оставшихся в Брюсселе после освобождения союзными войсками. Об уникальном явлении русского зарубежья, когда 5 тысяч наших девочек, которым Родина на долгие годы отказала во въезде домой, объединил и союз советских граждан в Бельгии. Долго молчали в СССР. А русские бельгийки с упрямой гордостью называли себя советскими, пели родные песни, собирали деньги на памятники на Поклонной горе и Чернобыльцам, ухаживали за могилами наших солдат, протестовали против установки ракет в Бельгии, участвовали в просоветских политических акциях. И все это в самом центре НАТОвской Европы, в самый ледяной период холодной войны. Это история беззаветной любви к родине, по мнению жюри. Приз в номинации «Лучшее документальное кино» вручил почетный гость ТЭФИ-2015, известный кинорежиссер Станислав Говорухин. Сегодня в Чувашской сельхозакадемии прощались с профессором, кандидатом биологических наук Анатолием Алексеевичем Павловым. Известный ученый, свою преподавательскую деятельность он начинал еще в 1965-м в Казанском сельхозинституте. Большую часть своей жизни он посвятил преподаванию. Анатолий Алексеевич – автор более 160 научных работ, в том числе монографий. Анатолий Павлов удостоен звания заслуженного работника образования и заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской республики. Анатолию Алексеевичу был 81 год. Китай становится все ближе. Вслед за сотрудничеством в сфере экономики пришло время налаживать образовательные и культурные связи. Сегодня в Чувашский госуниверситет прибыли гости из Поднебесной. Делегация из Китая в университете уже во второй раз. Первый визит был ознакомительный. А сегодня это уже встреча добрых друзей. Университет сегодня работает с тремя китайскими провинциями. Это Гуджоу, с представителями которой мы провели сегодня очередную рабочую встречу. Это провинция Аньхой и провинция Сычань. Нас, конечно, интересует в первую очередь сотрудничество с вузами, крупными вузами этих провинций. И мы строим свои отношения сегодня, конечно, в первую очередь вокруг изучения языка, литературы, ну и в широком смысле слова, культуры, искусства Китая. Каждый визит – это все новые и новые шаги в налаживании сотрудничества. Слишком долго страны в силу разных обстоятельств были разобщены. Настало время собирать камни, обмениваться опытом, искать общие решения в вопросах преподавания, развития научной сферы. Я чувствую, что здесь как дома. Этот раз мы приехали за то, что надо улучшить укрепление сотрудничества этого. У нас есть новые объекты для содействия сотрудничества между нами. А первый объект – то, что в каждом году у нас идет реформа обменной образования между Китаем и Азийской страной. Каждый год. В следующем году эта форума тоже будет устроить в августе. Мы надеемся, что ваши университеты и руководители с телекацией посетить нашу провинцию. В ноябре этого года в ведущем вузе республики уже организовали центр по изучению Китая. Все желающие могут познакомиться с культурой и историей Поднебесной в планах изучения китайского языка. Мы посетили Анхойский государственный университет в рамках международного лагеря, где встречались студенты и преподаватели для более глубокого изучения анхойской культуры. Сейчас руководитель данного центра приезжает к нам в Россию 10 января, и вот он начнет изучение преподавания китайского языка. Екатерина Куприна, Анастасия Лангина, Игорь Сверев, Республика. Моя семья, моя крепость. Самые дружные, сплоченные и любящие семьи чуваши собрались сегодня в Чебоксарах. В канун праздника Дня Матери подвели итоги республиканского конкурса «Семья года». Секреты домашнего очага узнавали мои коллеги. Своя тихая гавань есть у каждого человека. В ней он находит поддержку, чувствует заботу и внимание. Как укрыться от буря и жизненных невзгод, сохранить любовь и верность, знают семьи, которые собрались вместе в одном зале. Эти встречи стали доброй традицией. Конкурс проводится уже в одиннадцатый раз. Можно сказать, что это одна из лучших традиций нашей республики. А Чувашия, если она своими традициями, хочу поблагодарить вас за ваше неравнодушие, за ваше стремление, за то, что семейные ценности стоят в основе ваших семей нашей республики. За право называться лучшей боролись 28 семей со всех районов Чувашии. Всего же в отборочных турах приняли участие 159 семейных династий. Испытания были как творческие, так и спортивные. А оценивала выступление специальная комиссия. Почетное звание «Семья года» получила семья Магаринах из Чебоксар. Александра и Рината счастливо живут в браке 17 лет. Воспитывают троих детей. Победители выбирали и по другим номинациям. Спортивная семья, дружная семья, творческая семья, трудолюбивая семья. Не было равных номинации «Социально ответственная семья», «Семья Зайцевых» из Шумерли. К конкурсу готовились всей семьей. Мы разделили обязанности между главами семей. Мама была творческой составляющей, папа у нас технической составляющей. И все вместе, общими усилиями. Надо друг друга любить, несмотря на разные неприятности, которые жизненные сталкиваются. Не обращать на это внимания, друг друга поддерживать, уважать друг друга и быть внимательными. И чувство юмора нужно иметь. Хорошее чувство юмора. С каждым годом участников конкурса становится все больше. Мы позиционируем лучшие семьи и даем информацию всем другим семьям республики, как нужно жить, как нужно воспитывать детей. И что семья действительно – это самое главное в жизни каждого человека. Все традиции, все уроки, все воспитание, вся важность – это все идет из семьи. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Семья всегда поддержит и поможет в сложную минуту. Но иногда приходится обращаться не только к родным и близким. В эти выходные всех неравнодушных жителей столицы республики просят помочь Глебу Иванову. 10 ноября, в третий день рождения, мальчику поставили страшный диагноз – остеопетроз. Мраморная болезнь быстро прогрессирует. Единственный способ спасти малыша – пересадка костного мозга. Сделать операцию можно только в Израиле. Стоит она больше 17 миллионов. Сумма для семьи Ивановых неподъемная. Родители Глеба просят о помощи. За две недели удалось собрать первый миллион. Акции по сбору средств для Глеба Иванова будут проходить в торговых центрах Чебоксар. В субботу с 15 до 19 часов в Доме Мота, а в воскресенье в то же время в МТВ-центре. Маленький Глеб любит рассказывать стихи, слушает музыку. Он очень ждет вашей помощи. Сразу после нашей программы смотрите новый выпуск игрового шоу «Наабу». На этот раз за звание человека с самым большим словарным запасом борются библиотекари. Игроки не только придумывают слова, пока тикает бомба, но и подводят итоги года литературы. А в воскресенье в 17.00 на Национальном телевидении смотрите концерт, посвященный Дню Матери. Его организовал Чувашский государственный университет имени Ульянова. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин